Прежде всего, я хочу сказать, что я просто очень и очень счастлива, что я в этой церкви. Я даже не могу передать, как я счастлива. Я стала в этой церкви делать те вещи, о которых я даже боялась мечтать. Я просто даже не мечтала о тех вещах, которые я сейчас делаю в этой церкви. Может быть, такое воспитание было, может быть, в такой церкви было. И я просто понимаю, что я в настоящей церкви, которая была первоапостольская церковь. И как в Библии написано, требующих у вас отчёта, чтобы мы могли дать отчёт. И это частично, как сейчас мы просто даём отчёт в том, что мы делаем. Это не то, что мы там хотим похвастаться, что мы делаем или что Бог в нашей жизни делает. Мы просто даём отчёт, что мы делали в прошлом году и что с нами произошло. Я хочу сказать, что прошлый год для меня был как год восстановления и год покоя. И просто многое-многое произошло в жизни. Наверное, за прошлый год в моей жизни произошло намного больше вещей, чем за всю мою вообще жизнь. Столько много разных вещей, столько много откровений. И я очень-очень много получала пищи в этой церкви, в которой я её получала, и я её как жевала и кушала. И в будущем году, в этом уже году, я мечтаю, чтобы это была не только как бы просто пережёванная пища, а чтобы это уже были как плоды. Чтобы из того, что я получила, чтобы я уже принесла плоды. И я хочу, чтобы в этом году у меня была домашняя группа. И не просто домашняя группа, как даже для тех людей, которые из других церквей там, или которые отступили. Это тоже. Но чтобы вообще ко мне приходили абсолютно неверующие люди, которые абсолютно ничего не знают о Боге. И я хочу, чтобы в этом году такие люди приходили ко мне. И чтобы они просто получали как утешение и какое-то восстановление. И те, которые неверующие, просто знакомились с Иисусом. И знаете как, человек сам может сказать, в чём он изменился. Или вообще, я за себя могу сказать, в чём-то меня Бог изменил. Но для меня даже большое свидетельство то, что мы вот вчера буквально разговаривали с мужем. И он говорит, ты очень сильно изменилась в 2006 году. Это одно дело, когда ты сам за себя говоришь, а когда кто-то за тебя скажет. Особенно, когда это самый твой близкий, самый родной твой человек. Просто то, о чём он мечтал многие годы, чтобы это было во мне. Чтобы я могла решения какие-то принимать. Чтобы я могла каких-то целей добиваться. Это только в 2006 году, это его мечта, она стала реальностью. Я хочу, чтобы в этом году тоже мои мечты не стали реальными. И моя тоже очень-очень большая мечта, чтобы в моей церкви были все девять даров Духа. Все, абсолютно. Я знаю, что они будут на вас, на мне. Они не будут на одном человеке. Они будут на каждом из нас. У кого-то один дар, у кого-то другой. Я хочу, чтобы в нашей церкви были настоящие дар пророчества. Не такой, что кто-то от себя говорит или говорит такие вещи, которые каждый из нас может прочитать в Библии сам. Просто прочитать, и он это знает. Там, я тебя благословляю, или там, иди служи мне. Мы это все знаем. Чтобы были такие пророчества, которые просто тайные людские открывались, которые им нужно исправить, и они это не делают. Это моя такая мечта и мои цели на высшие.